Серед постойной напруги, спорт поддерживает тебя. Друзья, приветствую вас на ютубе 24 канала. Меня зовут Анастасия Нарицына и Ольга Романова. Сегодня со мной на связи. Ольга, здравствуйте. Рада вас видеть. Приветствую. Добрый день. Очень рада. В Москве накануне 9 мая хотят показать западную технику, подбитую якобы на войне в Украине. И выставят ее там на какой-то площади. Среди них немецкие танки «Леопард», «БМП Мардер», американскую «БМП Брэдли» и другие машины. Всего заявлено более 30 единиц из 12 стран. Я думаю, что если еще и «Атакамс» прилетит, то будет как раз весь набор. А как вы думаете, для чего все это? Это чтобы повысить этот уровень мотивации идти на войну? Ну, прежде всего, это такая вещь, которая нужна Путину. Путин, все знают, что его надо все время гладить по голове и давать конфетку. Он нуждается очень в этом. Он нуждается в подтверждении своего величия, своего гения, своей удачливости, народной любви. И, конечно, в символах его безусловной победы. Это символы. Люди, которые это делают, очень хорошо это знают. Очень хорошо знают. Им тоже за это будет конфет. Хочу у вас еще спросить, насколько сильно нравится людям то, что делает сейчас Путин с замминистром Шойгу, с этим Тимуром Ивановым. Потому что как-то так внезапно он всплыл. И не каждый день такие новости из России услышишь. Как вы думаете, какая вообще реакция? Возможно, вы уже успели отследить, что пишут люди. Вы знаете, это очень интересный вопрос, очень интересная ситуация. Потому что, в принципе, я не встретила ни одного сочувствующего, собственно, Тимуру Иванову. И, конечно, самая большая реакция вообще на самом деле – люди ржут. Потому что там еще есть подробности какого-то совершенно леопардового гламура, подробности личной жизни. Что, оказывается, есть две женщины, одна из них пропагандистская, которая профессионально переходит одного замминистра обороны к другому. И каждая на них женится. Они как-то меняются между собой. Переходящие красные знания. Уходят вместе с совместными детьми и имуществом. Зато к другому приходит другая с совместными детьми и имуществом. И вот эти особняки в центре Москвы, которые записаны на шофера Стасика. Какая-то абсолютно такая феерия. Нелепая, смешная феерия. Вы знаете, мне кажется, даже золотой батон. Все-таки знаменитый украинский золотой батон – померк. Померк по сравнению с этим шквалом дворянского гнезда. Они еще сам называются дворянское гнездо. Господи, ростовые куклы с медведями. Эти жоды в платках цветастых, которых невозможно отличить одну от другую. При этом одна из жен, которую зовут Мария Китаева, пропагандистка, она, так сказать, потомственная, как бы это сказать, что она же жена уже Тимура Иванова. Она потомственная трофейная жена. Поскольку ее мама Нина Китаева, она в свое время была любовницей Рейсина, что широко известно. То есть это мэрия Москвы и все такое. Такие потомственные девушки вместе с замминистрами обороны. И все это на первый смех у народа вызывает дикое раздражение. Дичайшее раздражение. Потому что сначала посмеялись, а потом, собственно, какого фига вообще все это существовало? Пока наши мужья, братья, отцы кровь на родину проливают, на колчаковских фрагментах ранятые, это ровно абсолютно утесов. С одесского кичмана сорвались два уркана. Они же там перулись, они же там гуляют, а мы же подаваемся на вьюв. Это вот ровно вот это. Ровно вот это. Знают они утесов, не знают, но в головах у них это вот ровно это. Зет-паблики разозлены. Просто разозлены, что это вообще могло быть. Они что, были не в курсе, что коррупция процветает в Министерстве обороны? Все-таки, мне кажется, до конца не верили. До конца не верили. Всегда нужно было сказать, что команда Навального, как обычно, вы все врете. А тут это все подтвердилось. И всплывают все больше и больше факты. И это действительно уровень замминистра обороны. Вот что творится в армии. Политологи, политологи, вообще вот те, кто не смотрит на блестки, многочисленные сопровождающие это дело, на блестки перья, они видят другую очень важную вещь. Что все это произошло накануне инаугурации Путина, 7 мая она. А после инаугурации, как известно, Путин собирается менять правительство. И меняется ли министр обороны Шойгу или не меняется, мы этого не знаем. Я думаю, что Путин сам до конца не решил. Но то, что это ему сигнал, кстати говоря, не один. Это уже точно. Потому что параллельно с этой феерией замминистрами обороны произошли еще аресты в правительстве Московской области. Там арестовали таких более, значительно более мелких чиновников, там по здравоохранению, ремонту больниц, там туда-сюда. Там тоже взятки, казнократство и так далее. Но везде взятки казнократства. А что арестовывают-то? Везде так. А что случилось? А дело в том, что глава Московской области Воробьев, кубертор Воробьев, сын многолетнего друга, партнера, а самое главное заместителя, опять заместителя, Шойгу по Министерству Черезвещательных ситуаций и, собственно, Эдуарда Воробьева. А сам Воробьев заместил Шойгу тогда, когда он из губернаторов Московской области был такой период в его жизни возглавил Министерство обороны. На его место сел Воробьев-сын. То есть эта семья очень тесно связана с Шойгу и с Министерством обороны. И вот вдруг именно у него, а у никакого другого губернатора, например, Оренбургской области, Курганской области, у которой радиоактивные утечки, именно почему-то в Московской области здесь всегда можно было воровать, вдруг тоже происходит арест, непосредственно связанный с Шойгу. И это очень любопытно. Возможно, возможно готовится отставка Шойгу. Возможно готовится не просто отставка Шойгу. Ведь это еще и совпало с выделением Конгресса США в конце концов долгожданной помощи Украине. Это произошло буквально на следующий день. Кто-то должен быть теперь виноват в возможном поражении России на фронтах. Так, так, так. Кто же это мог бы быть? Не Путин же, да? Не Путин. Точно. Точно. Шойгу, у которого все украли. Точно. Мне кажется, еще такая подготовка идет. Кстати, очень интересная версия. Действительно, и была одна из версий, что таким образом они хотели как раз отвернуть внимание от этой новости о Конгрессе США. Но вот по поводу поражения мне все-таки больше нравится. Но вы думаете, что таким образом хотят убрать все-таки Шойгу? Или это чтобы убрать Шойгу, чтобы он там не был условно преемником Путина? И чтобы одновременно оседлать вот эти финансовые потоки? Убрать, не убрать Шойгу, дело десятое. Главное, чтобы всегда был такой большой, а главное, публичный конверт, в котором все знают, что написано. Виноват Шойгу. Ну, да. Виноват Шойгу. Но это как в старой байке про три конверта, да, когда один секретарь СКК ПСС уходит на пенсию, в отставку, в изгнание и дает следующему три конверта. Говорит, когда первый раз будет плохо, скрывай первый конверт. Когда второй раз будет плохо, второй конверт, третий, значит, третий. И вот стало плохо, первый кризис, скрывает конверт, там написано, так, вали все на меня. Тот валит все на предшественников, все такое. Опять не то. Говорит, скрывай следующий конверт, скрывай, там вали на неурожай, саранчу, мировой империализм, смежники подвели. Третий раз опять плохо. Скрывает конверт, там написано, готовь три конверта. И вот, собственно, все знают, что написано в этом конверте у Шойгу. Там, собственно, написано сейчас, готовь три конверта. Но пустят ли это Путин в ход или не пустят, пока непонятно. Давайте так, все-таки, знаете, на этой неделе, которая заканчивается, эта неделя очень необычная. Очень необычная, потому что, по крайней мере, россияне, я думаю, что украинцы тоже. Мы очень долго ждали все каких-то позитивных новостей. Мы ждали месяцами. Я не помню, когда была последняя хорошая новость. Вот перед тем, как мы получили новость о одобрении помощи Украине Конгрессом США. Ну, я вот не помню перед этим, какая была хорошая новость. Все плохие. Вот не помню. А тут вдруг, да, в воскресенье Конгресс США одобряет помощь Украине, и тут в России начинается веселье. Арест за арестом, значит, Тимур Иванов, и вообще как-то вот вдруг пошли хорошие новости. Парламент, Совет Европы, Европарламент одобрил резолюцию по Путину не признавать его легендарным президентом. В общем, как-то вот вдруг каждый день стали приходить на фоне ужаса, на фоне вот длящегося кошмара, несправедливых приговоров, чудовищных преследований. Вдруг начали проклевываться такие очень мощные роски. Такие вот мощные, знаете, как спаржа прет из земли, да, вдруг мощный росток, вдруг появляются хорошие новости. Ты думаешь, черт, слушайте, а может правда заканчивается черная полоса-то? Может правда? И когда ты думаешь, что может быть заканчивается черная полоса, а чем может закончиться черная полоса? Конечно, победа Украины, да, в которой многие уже разуверились думать об этом. Украина, может ли она сейчас надрать хвост Путину? Да вроде может, вроде уже может. Но Путин же тоже так, в общем-то, об этом думает. Ему, наверное, не важно, как она будет на самом деле. Ему, он преподнесет это все народу, как свой хитрый ход, да, и свою гениальную мудрость, что это так было задумано. Знаете, у меня кошка есть очень неловкая, и такой неловкой кошки никогда в жизни не видела. Она любимая, но она неловкая, неуклюжая кошка, так бывает. У нее все нормально, все четыре лапы на месте, просто она вот такая, немецкая кошка такая, вот такая Гретхен. И она, когда куда-нибудь неудачно прыгает, она прыгает всегда неудачно, она потом с гордостью поворачивается и так, видала, как я умею, да? Ты видела? Никто так не может, как я. Но она же не видела других кошек. Вот мне кажется, вот Путин, он точно в таком же, он точно так же умеет делать. Вот он, извините, простите ради бога, обосрется, потом поворачивается ко всем и говорит, посмотрите, фиалками пахнут. Вы видите, да? Ну вы же чувствуете? Да, конечно, фиалка. А что ты скажешь? Все-таки, если, возвращаясь к этому Иванову, если он коррупционер, то будут ли и дальше посадки в этом министерстве условно? Ну и мы вот показывали дом, в котором он жил за миллиард, а сейчас он сидит в Лефортово. Там такие же условия, как в его доме? Ну вы знаете, было сразу заметно, что его бросили все. Это вот сразу было очевидно. Хотя бы потому, что он стоял на аресте в суде в аквариуме, в этом стеклянной клетке, в стеклянном кубе, и он был в генеральской форме. То есть его там взяли с работы в генеральской форме. То есть не допустили адвокатов с вещами переодеться. Обычно это делается. Ну, пустите человеку переодеться. И вряд ли он сам на этом настаивал. Очень сильно вряд ли. Ну, как-то не принято. И то, что он бодро потом отрапортовал в Лефортово, в карантинной камере, Лефортово на самом деле подтверждает версию, что, может быть, у него будет не только хищение, не только взятки, а еще будет измена родине. Если бы этого не было, была бы другая тюрьма. Был бы Крыловский Централ, 9-9-1, Матросская Тишина. А это Лефортово. Да, там сидели и сидят люди, например, братья Магомедовы, которые очень серьезные пассажиры, то, что называется. Но у них, тем не менее, не было госизмены. Или министр без портфеля Медведевского правительства Михаил Абызов. У него тоже нет измены, только очень-очень крупные хищения. Но все-таки, в отличие от тех же братьев Магомедова или кого-то еще, замминистра обороны – это мощный носитель гостайны. Мощный носитель гостайны. И, возможно, из-за этого Лефортова. Сидеть он будет, конечно, плохо. Особенно, если учесть его статус. Статус человека, которого никто не любит. На котором принято смеяться сейчас. То есть никакого сочувствия ни у кого он не вызовет. Он уже рассказал общественному взаимодействию комиссии, то есть таким назначенным общественникам, что у него ужин был рыбный комплект. Рыбный комплект – это обычно жареная или вареная селедка. Она же рыба-могила. Вот, собственно, начинает привыкать к тюремной пище. Я не знаю, сколько у него осталось подручных, чтобы приносить ему передачки. Я сомневаюсь, что это будут делать жены. Я очень сильно в этом сомневаюсь. Потому что, по крайней мере, одна жена, которая поумнее, которая специализируется на богатых мужиках, она вообще пропала. И правильно сделала, потому что на ней бизнес. На ней записан оборудованный бизнес. И если она появится, я думаю, она будет арестована. Она это понимает. А та вторая, которая поглупее, которая пропагандистка, она, собственно, будучи потомственной содержанкой, она вряд ли будет содержать кого-то сама. Она просто будет искать себе или осознает и вернется к предыдущему замминистра обороны. Королева Доносов Екатерина Мизулина поселилась в огромной квартире в элитном столичном ЖК. И вот 212 метров эта квартира. Говорят, что она вообще не скрывает, что она не бедствует и носит браслеты-кортье за миллион, и одевается в брендах. И вообще, в принципе, для нее такой образ жизни нормален. А вот ее могут посадить за вот такие показательные образы? Я думаю, да. Я думаю, что, в принципе, в России могут посадить в любом случае, когда угодно, кого угодно. Ну, совершенно понятно, что ей неровня, но, тем не менее, там Блиновская. Да, то она суперзвезда абсолютно. Сколько раз пытались посадить Ксению Собчак? Пока держатся. Пока держатся. Но враги у нее в свое время были мощные. Ее чуть-чуть не посадил Чемизов. И рост вооружения, когда у нее был конфликт, именно по медиа, да, блок на негатив. В общем, она ушла с большим трудом. А это без политики. Это без политики. Это просто Чемизов, да, которому почему-то не понравилась Собчачка. Да, плюс ко всему, по-моему, Чемизов же работает с Тинком Делакис, у которого давний конфликт, с Собчак. Нет, 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 у нас нет неприкасаемых. Я вполне себе вижу, в общем, любого олигарха из камней подсудимых, как уже неоднократно бывало. Кто-то к ней был уже из камней подсудимых у нас. Кто-то выкручивался, кто-то нет. Поэтому, в общем, на месте Мизулина... Ну, ее что бы назвали любовницей Путина? Тем более опасно. Тем более опасно. Мало ли, Алина Маратна расстроится. Алина Маратна — женщина мощная. Ну, посмотрим. Может, она тоже знает какую-то гостайну и вдруг станет агентом Буданова? Запросто. По поводу атакам, Сав. Это действительно, знаете, там истерия на болотах ну просто не угасает. Каждый день только об этом и говорят. И кроме этого, они кричат, что мы якобы этими сотней атакам, которые нам уже тайно передали, будем разрушать Крымский мост. Я не знаю, откуда они взяли эту информацию, потому что у нас много и других разных целей. Но как вы считаете, как в целом пройдет коронация Путина, которая скоро будет, и будет ли ему тревожно? Ну, коронация Путина всегда, кстати сказать, приходила по-разному, очень по-разному. Самое запоминающее всего коронация — это 2012 год, когда была зачищена абсолютно вся Москва, и вот в полной пустоте и в полной тишине ехал кортеж Путина с мотоциклами, и нельзя было ни в окна смотреть, ни на улицу выходить, ничего было нельзя. И это такая зловещая была такая штука, совершенно зловещая. Потом были вот эти вот потешные выборы, на которые не допустили Алексея Навального, и где как бы от либеральной общественности была Собчак. Путина их выиграл достаточно спокойно, как мы помним, без эксцессов, и была очень скучная инаугурация такая. После этого был отравлен Навальный, после этого началось вот это вот всё. И вот этот срок, который скучно начинался, который начинался скучно, оказался, конечно, на сегодняшний день самым трагичным отрезком новейшей истории России вот за время правления Путина, конечно, это и начало войны, и убийство политических оппонентов. Это вот этот тот самый срок. Сейчас инаугурация будет, конечно, тоже зловещей, окрашенной убийствами, окрашенной войной и окрашенной ещё мощнейшим террористическим актом, вряд ли последним. Конечно, знаете, вот прямо вот хочется, прямо хочется видеть какую-то такую коронацию по типу, я не знаю, золотой петушок. Вот въезжает царь Дадон в Кремль, а тут слетает петушок и клюёт его в темечко на глазах всего честного народа. Ох, дайте хоть немножко помечтать. Но если всё-таки говорить о Крыме, это уязвимая точка Путина? Вот если что-то всё-таки произойдёт там 7 мая, 9-го? Ну, вы знаете, я уверена, что украинская сторона готовит Путину свои поздравления, и мы ждём. Слушайте, мне очень нравится, мне ужасно нравятся вот это вот путаницы и оговорки. Я очень люблю, я очень люблю, когда этот самый Керчевский мост называют Крымский, потому что Крымский мост рядом с Кремлем. Вот в ближайшей просто близости. И когда думаешь, так-так-так, а вдруг украинцы разбомбят Крымский мост? Так вообще просто замечательно. Давайте Крымский, не мелочитесь. А почему вот, если мы говорим о ракетах, да, мы всегда с вами, с вами не только в эфирах говорили, что если вот Америка сейчас передаст нам атакамсы, то и другие страны подтянутся, но Шольц как-то всё-таки категоричен. Вы думаете, вы знаете, почему так? Мы помним, что с танками, он сказал, сначала передаёт Америка, потом мы. Сейчас что-то не работает. Ну, вы знаете, может быть, это заработает. Дело в том, что в Германии, в общественном мнении, произошёл перелом. Произошёл перелом, и этот перелом очень заметный. Сейчас здесь считается, что Путин очень опасен для Германии в том числе. И все понимают прекрасно, что вот этот вот многолетний российский бред на Берлин, деды воевали, можем повторить, что на самом деле это всё серьёзно. Они серьёзно могут что-нибудь такое сделать. Серьёзно пойти через страны Балтии или через Белоруссию, через Польшу. В общем, как ему в голову взберлёт, потому что ракетах остаётся, мне кажется, его мечтой. И общественное мнение сейчас, в общем, такое, что Путин страшный. Вы знаете, я когда приехала в Германию в 1917 году, вообще было очень хорошим тоном любить Ангелу Меркель. Её любил народ. Называл Мути, мамочкой называл. И, в общем, её скорее любили, чем нет. Значительно больше было поддерживающих её. С начала войны я не слезала ни одного человека из поддерживающих, кто остался бы при своём мнении. Считается, что она вот своим таким расположением к Путину именно она виновна в том числе в развязывании войны, в том, что она не прокала, в том, что она считала, что деньгами, она понимала, что это чудовище, но она считала, что деньгами его можно накормить и обойтись без крови. Нет, деньгами его накормить нельзя. Он хочет крови. Шольц пытается избежать этой ошибки. И он не собирается кормить ничем Путина, ни деньгами, ни никакой поддержки. Он одобряет как раз все санкции. Но он понимает, что Путин может просто пойти и пойти дальше. Лучше тогда, собственно, оружие пригодится Бундесверу. Я не считаю, что это правильная позиция. Я считаю, что надо отдавать всё Украине, тогда не пригодятся ракете Бундесверу. Но у него выборы. У него выборы, как, собственно, и у Байнона, как и у Трампа, как и у многих-многих. У него выборы. И так как общественное мнение сейчас, и ты давай защищать Германию, ну а, собственно, что? Что? Вот так. А у Лукашенко тоже нет выбора? Или что он такие маразматические заявления делает? Говорит, что белорусская оппозиция хочет захватить Кобринский район Белоруссии, объявить новую власть и обратиться к НАТО ввести войска. Слушайте, ну, Александр Григорьевич у нас, конечно, не знаю, у меня вот сейчас какое-то производит такое впечатление, смотришь на него, ну, я не знаю, это какой-то мемопроизводитель, крупнейшая мемофабрика в Европе, а то и в мире. Это же, это была та самая знаменитая речь нынешней, где он всё время говорил «Мы с Володькой». Он всё время выступает в жанре «Мы с Володькой». «Мы с Володькой, с нашей ядерной бомбой». Да, мы с Володькой сейчас всех врагов, врагов мы с Володькой. И вот эта вот кемская волость, кемская волость, она какая-то явно совершенно, ему сообщили об этом, конечно, разведчики. Разведчики, вы помните, там, Ник, и забыла, кто ещё, сидящий в Варшаве на чистом английском языке. И он теперь покажет нам, откуда на Беларусь готовилось нападение. С четырёх сторон, или вот эта кемская волость. Понимаете, он, конечно, очень забавная зверушка. За ним очень интересно наблюдать, только необходимо помнить, что эта забавная зверушка очень-очень опасна и ядовита. А пока он вот так вот рассуждает и не показывает клыки, и не кусает никого в жизненно важный орган, а также не в жизненно важный орган, потому что он действительно страшно ядовитая скотина, слушать его, конечно, забавно и весело. Это всё-таки пока серия, я вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. Это пока вот он ровно пока вот в этом своём любимом жанре. И мы с Володькой отбились от хулиганов. Но, ну, то есть совершенно понятно, что под этим нет никакой настоящей угрозы. Он очень сильно испугался в конце лета и осенью 2020 года. Очень сильно испугался. Этот испуг никогда уже не пройдёт. У него никогда уже не высохнут штанишки. Уже никогда. И он периодически, конечно, что-то вспоминает. Недаром же это вот всё стоит рядом. У нас с Володькой есть ядерная бомба. Поэтому, если вы задумали у нас изъять кемскую волость, у нас есть ядерная бомба. Поэтому мы по вам ударим. Он заговаривает свои страхи, конечно. Ольга, огромное спасибо вам за этот разговор и за то, что вы нашли время для эфира. Я желаю вам хорошего дня. И напомню, что Ольга Романова была с нами на связи. Вы, друзья, не забывайте поставить свой лайк, пишите комментарии, ну и, конечно же, подписывайтесь на наш YouTube-канал. Всем спасибо за внимание. Желаю хороших новостей. И берегите себя. До встречи. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok